Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хотела бы показать вам свои покупки на переходной сезон, то есть это не совсем пуховики, там сапоги и так далее, хотя одни сапоги будут. Это скорее что-то, на что я переключаюсь после того, как реально заканчивается лето. У нас все это время было тепло и только сейчас я уже могу надевать какие-то кардиганы, какие-то свитера, легкие куртки, балетки вместо шлепок и босоножек. И пока это все актуально, есть в наличии, я покажу вам, что стоит приобретать, а что, к сожалению, поедет обратно. И я поймала себя на мысли о том, что я сейчас не ищу что-то трендовое, я создала себе виш-лист того, что мне стоит обновить, что-то из обуви износилось, что-то нового хотелось. И вообще, знаете, у меня есть те вещи, которые я реально люблю, ношу из года в год и в которых я себе нравлюсь. Я считаю, что они мне подходят и я не руководствовалась тем, что сейчас самое модное, а тем, что я действительно буду носить. Поехали! Первое мое приобретение еще с конца лета это кардиган из Zara, они повторяют его из года в год и он всегда находится в разделе бестселлеров. Я понимаю, почему это не та вещь, которую можно и нужно надевать только весной и летом. Мне нравятся такие изделия, в принципе, в любое время года. И также я заказала его по той причине, что это такой кремовый оттенок с темно-синим, издалека даже может казаться, что это черный. И это не так контрастно и мне не нужно ярче краситься для того, чтобы я не выглядела как-то странно, например, как с черно-белым, особенно если это широкая полоска. Вот тогда мне нужно постараться, чтобы моя внешность не потерялась и я не казалась слишком бледной и какой-то невыразительной. И этот кардиган я взяла себе в размере S. Он и так удлиненный, но мне хотелось, чтобы он был таким свободным и я обязательно буду носить его и с джинсами, и с брюками. Но я еще и заказала к нему юбку. К ней мы сейчас перейдем. Но что касается кардигана, здесь 55% вискоза, он очень приятный, мягкий. И здесь также вот такие черепаховые пуговицы. Это тоже, знаете, такая фишечка. Они не смотрятся дешево. Если, например, пуговицы золотые, то нужно обращать внимание на их качество, потому что иногда кардиган может быть красивым, но пуговицы все портят. То же самое в жакетах и так далее. Конечно, рукав мне длинноват, но я очень часто все подкатываю. Для меня это не составляет каких-то проблем. Юбку я, по-моему, заказывала на распродаже в Zara, какой-то максимальной. Но на самом деле похожие юбки сейчас есть в очень многих магазинах. Это юбка миди, тоже кремового цвета. Они хорошо сочетаются. Юбка у меня в размере S. И для моего роста не каждая юбка такого плана подходит, потому что иногда они слишком длинные, и мне неудобно ходить. Эта юбка не сковывает движения. Вместе эти вещи выглядят и не слишком, знаете, официально, но при этом женственно, очень уютно. И я уже несколько раз надевала, балдею. Может, это не совсем такая осенняя покупка, но это действительно мастхэвы моего гардероба, потому что под жакеты, под кардиганы я люблю надевать топы. Может, их особо не видно, но когда хочется прикрыть декольте или чтобы не было заметно белье, я приобретаю вот такие топы и с удовольствием ношу. Этот у меня из Zara. Точно такой же я купила и в черном цвете, но сейчас в стирке. Конечно, на большую грудь это не вариант. Я ношу их и без белья, так как душа у меня в этом плане небольшая. И даже если надеваю бюстгальтер, то он незаметен. У меня такие бандо, и тоже очень удобно. Здесь вот такие широкие брители. И также мне нравится, как это смотрится с кардиганом. То есть здесь нет какого-то дополнительного выреза. Это просто, знаете, как такая полосочка, но при этом и без бюстгальтера все держится и не сползает. Когда-то у меня были любимые балетки из Zara. Они даже не кожаные, но я заносила их до такого состояния, что в них уже было стыдно выходить на улицу. И я задалась целью найти нечто похожее, но в коже. У меня это получилось. Я нашла их у польского бренда Ryuko. Он частично представлен на сайте e-obuvь, возможно, на Answery. В принципе, если поискать в интернете, это один из самых таких популярных обувных брендов. Он, кстати, производится не так далеко от Кракова. И я помню, даже в детстве эта обувь была такой, знаете, дорогой. Когда мы выбирали там с мамой сапоги где-то, то привозили польскую обувь и бренд Ryuko тоже там был. И мне кажется, что сейчас они пошли в какие-то такие тренды, в более современные модели, а не только что-то женское. И эти балетки я заказывала на официальном сайте. Это натуральная кожа. И знаете, что у них на сайте не в каждой модели обуви, не в каждой категории, но все-таки есть половинчатые размеры. Я заказала себе 37,5 и не могу нарадоваться, потому что ничего не жмет, ничего не шлепает. Мало того, что у меня 37,5, так еще и левая нога чуть короче, правая. И это бесконечная боль. Купить что-то себе это не так просто. И эта модель немножко так вдохновлена балетками от Chanel, только они, видите, более удлиненные, поэтому вытягивают рост и вообще смотришься выше чуть. Но они не слишком зауженные. Вот у меня стопа не узкая, мне ничего не давит. Вообще просто супер. Они очень удобные. Кожа и нет никаких логотипов, никаких там опознавательных знаков. И такие балетки тоже хорошо вписываются в популярный нынче стиль old money. В преддверии осени я тоже планировала себе купить какую-то сумку. Но опять же я искала что-то без логотипов. Но тем не менее мы прошлись с моей подружкой в Варшаве по всем люксовым магазинам, потом по бутикам польских брендов. И как-то вот не было чего-то, что меня бы зацепило. И вообще я хочу вам сказать, что рассматривая люксовые сумки, вот какие-то новые модели, я вижу, что цены повышаются, а качество падает. Особенно это заметно по фурнитуре. Даже тот же Yves Saint Laurent, вот не все сумки у него просто, знаете, одинакового качества. Есть такие, которые я бы точно не приобрела. То же самое было в Gucci. И вообще я решила, что я хочу что-то, знаете, максимально лаконичное. Мне также нравилась сумка от украинского бренда Baglet, по-моему. Как-то так они называются. Я подписана на них в Instagram. Но мне кажется, что их сумки были бы слишком длинными для меня. Но я вот искала что-то похожее. Короче говоря, Instagram, вот знаете, заставила меня это купить, потому что есть несколько вещей, которые я реально подсмотрела в Instagram. И мне выпала реклама. Реклама Zalando, где была показана вот такая черная сумочка. Прям сумка-багет на укороченной ручке. То, что я хотела. И также я хотела что-то не из, знаете, такой зернистой кожи. Потому что она как-то так более роскошно выглядит. Мне кажется, что у моей внешности вот сумка такой формы, с такой длиной ручки и с небольшим отблеском подходит лучше всего. И вы знаете, я тоже заметила, что на Zalando как будто стали выше цены, чем в других каких-то магазинах. И я заказала ее в Германии. На каком-то сайте нашла. Это скандинавский бренд. Я даже не помню название. Копенгаген что-то там. Я обязательно укажу в инфобоксе. Она очень стильная. Она качественная. По-моему, это кожа. Но стоила она точно как кожа. Будет обидно, если это не так. Все детали так хорошо сделаны. Вообще скандинавские бренды и даже скандинавские блогеры, они как будто видны издалека. Это очень скромно, но так со вкусом. В основном это база с какими-то такими деталями. Но это те картинки, это те фотографии, которые мне всегда очень нравятся. Они меня вдохновляют. И, наверное, мой гардероб больше стремится к вот такой эстетике, нежели к трендам. Это сумка, в которую, конечно же, не поместится моя камера. Но я ношу с собой там помаду, карандаш, телефон, ключи от машины и все. Что-то там еще могу засунуть, но это не точно. Меня даже мама моя подкалывает, что у части бьюти-блогера никогда нет зеркала или расчески. Внутри сумка, ну, небольшая, честно вам говорю. Но мне этого вполне достаточно. Один кармашек, который не застегивается. И внутри она тканевая. Она только ко мне приехала. Я даже думала, что она не успеет приехать к съемке этого видео. Ой, так классно застегивается. Сумка приехала ко мне в пыльнике. Класс. Выровняется ручка. И я уверена, что эта сумка тоже станет моим фаворитом в этом осенне-зимнем сезоне. Хотя черные сумки я также ношу весной и летом. Так что вне времени. И я заходила на их сайт. Копенгаген. Вот это вот что-то. У них, кстати, не только в таком цвете есть эти сумки. Другие. Посмотрим, как она будет носиться. Надеюсь, что она не будет слишком сильно царапаться. Я хотела добавить в свой гардероб не просто базу, а вот какие-то нейтральные вещи, но интересного кроя. Я как-то зашла в Зару, увидела эти брюки и подумала, что надо их надеть и посмотреть, как они будут выглядеть на мне. Мне нравится. Это то, что я искала. Мне такое понравилось. И я взяла их. Причем они стоят недорого. Конечно, они не из плотной ткани. Качественные брюки палацци черного цвета у меня тоже есть. Я буду их носить. Но это что-то или, знаете, куда-то доехать там посидеть или на теплое время переходного сезона. То есть, пока еще нет настоящих морозов, потому что мороз в таких брюках вы точно замерзнете. Или надо надевать какие-то леггинсы, какие-то теплые колготки под них. То есть, ткань здесь не супер плотная. Но что в них интересного? Они застегиваются на замок. И помимо того, что это такие слегка укороченные брюки, здесь еще и есть такой элемент, как бы запах сверху. И, ну, знаете, мне кажется, что это прям что-то такое оригинальное, классное. И с каким-то более спокойным верхом, простого кроя. Это может смотреться очень стильно даже в тотал черном луке. Брюки хорошие, они у меня в размере XS. Купила себе также меховую жилетку. Их сейчас огромное количество в разных магазинах. И, вы знаете, наверное, самая выгодная цена за такое изделие сейчас в Страдивариусе. И тем более они не сильно отличаются от тех, которые вы найдете в Резерт, в той же Заре. И Массимо, наверное, они будут менее такими удлиненными. В Массимо все ближе, как бы, к классике. Да, а это модель молодежная. И также я решила взять себе эту жилетку в размере S. Потому что, если я надену какой-то свитер потеплее или же толстовку, вот прям с начесом, знаете, то я бы боялась, что я не застегнусь. И если застегнусь, то я буду как спанжбоб. Поэтому взяла S, но и XS на мои параметры и на мой рост тоже хорошо. Она не короткая. И она застегивается. И этот жилет представлен в двух расцветках. Вот такой и коричневый. Вот такой даже рыженький, можно сказать. Он хорошо подойдет к угам, если они у вас есть. И на сайте по фотографиям не особо понятно, чем эти жилеты отличаются друг от друга. Потому что это, знаете, не как один продукт, но разного цвета. А как вообще два разных артикула. Я взяла и тот, и тот в размере S. И они, ну, идентичны. Просто разные расцветки. У нас в магазинах есть тауповые, а шоколадных нет. Не знаю, почему так. Вот видите, они разные. Один теплый, а второй холодный. И я подумала, что я посмотрю на те вещи, которые у меня есть. Вот с чем я это буду носить. Потому что, если больше комплектов у меня получится составить с вот таким рыженьким, то оставлю его. Если же больше будет с тауповым, то оставлю его. Но один из них точно поедет обратно. Я пришла к выводу, что все-таки вот этот тауповый, он какой-то для меня более универсальный. И он подойдет к большему количеству обуви. И я все никак не могу поймать уги. Я не уверена, что они мне подойдут. Я хочу на платформе, потому что отзывы супер противоречивые. А этот я смогу носить вообще с чем угодно. И, конечно, вот многие говорят, куда надевать такие жилеты? На теплую осень, девочки. Потому что если вы такой мерзляк, как я, что вроде как еще не холодно, но уже хочется что-то надеть. Или в какие-то поездки. Иногда даже в кафе в каком-то горах, например. Ну, в общем, жилетки я ношу. Мне они нравятся и выглядят очень стильно. Также я увидела на фотографии у одной девушки классный, как мне казалось, костюм. Светло-бежевого цвета. Костюм из H&M. Я добавила его в свой виш-лист. Я даже заказала его в нескольких размерах. Мне хотелось, чтобы кофточка была подлиннее. И когда он ко мне приехал, я поняла, что это никуда не годится. Я даже дома в таком замерзну. У нас дома не холодно. 21 градус зимой. Но, наверное, из-за низкого давления я часто одеваюсь теплее, чем все остальные жители нашего дома. И это такое убогое качество. Как раз была скидка минус 20%. Я много всего набрала в H&M. И решила, что оставлю то, что понравится. Но это никуда не годится. Девочки, вы, правда, это можете надеть. И то, если у вас идеальная фигура, и этот костюм не подчеркнет вам никаких недостатков, и вы подберете себе размер, и такой костюм можно носить только в прохладный летний вечер. Все, осенью вообще забудьте. Даже если... Ну, видите, оно такое совсем. Даже на том же Алике, например, гораздо плотнее костюмы трикотажные. И меня это расстроило. Цвет, конечно, очень красивый. Но когда такое носить в холодное время года, я ума не приложу. Если я могу оправдать жилет, то это как-то совсем нет. Еще одни брюки из Zara. Здесь уже ткань поплотнее, они черного цвета. Брюки палаццо. И здесь вот такая сатиновая деталь. Ну, наверное, это не сатин, это какая-то синтетика. Типа как трусы выглядывают. Это сейчас модно. Я, наверное, не буду носить так, чтобы вообще был открытый живот. Уже погода, скорее всего, не та. Я дождусь операции, когда мой живот будет идеальным, тогда и буду носить низко. Но лично на мне они не сидят настолько заниженно, чтобы, знаете, вот прям сидела так на бедрах. Нет. Это сидит на мне чуть выше. И с какими-то свитерами тоже окей. Мне вообще нравится пошив, и выглядят они классно. Если надеть какой-то свитер с ними, да, то вот эта часть не особо-то и будет видна. Но с какими-то рубашками я взяла себе просто вторые черные брюки, потому что иногда одни в стирке. И они стоят тоже недорого. У меня размер XS. Они застегиваются сбоку на молнию. И тоже по длине они мне хорошо подошли. И я всеми вот этими покупками, которые хвалю, довольна. Есть что-то, что прям совсем нет. Еще летом, в конце, наверное, в августе, я показывала вам покупки из Lily Silk. Они мне подарили эти вещи. Я могла себе выбрать то, что нравится. И там в примерке на мне были светлые брюки из Zara. Вот такие серо-коричневые, но светленькие. Я покупала себе их на осень, а не на лето. И они подходят к очень многим вещам, которые у меня уже есть. Они не плотные, но даже с черными лоферами. Не обязательно там с какими-то босоножками, с какими-то более открытыми туфельками. Но с лоферами, с белой футболкой, с черным жакетом. Вот прям так, как я люблю. Я могу так одеться и идти на длительную прогулку. Мы очень хотели бы поехать в Австрию, наверное. Куда-то, знаете, когда будет еще около 20 градусов, чтобы погулять. Но не в спортивном же костюме ходить. А так мне и удобно, и выгляжу аккуратно, стильно и современно. Эти лоферы я видела во многих подборках стилистов. Также я видела, что некоторые украинские блогеры подумывают о том, чтобы их заказать. Но никто не видел их в реальной жизни. Это бренд Джина Росси. У нас очень быстрая доставка. Буквально день в день привозят. Тоже заказывала на Е-обувь. Еще и была скидка минус 20%. Я ненавижу переплачивать. И как только есть такая возможность, я не шучу, когда я говорю, что я человек скидка. Я всегда выискиваю какие-то акции. Ну, а что, кому это мешает? Мне так точно нормально. Вернемся к лоферам. Это польский бренд. У них тоже считается как качественная, недешевая обувь. Также сумки. Но их более бюджетная линейка представлена в магазинах ЦЦЦ. Конкретно эта модель, я не знаю, я ее не видела в стационарных магазинах. И решила заказать, поделюсь с вами. И себе взяла на размер больше. Я не была уверена в том, что 38 мне не будут велики. Вот в масс-маркете, например, 38 лоферы. В Заре велики, в Массимо Дутти. Как получится. Взяла 37, и они мне маленькие. Поэтому перезаказала себе 38. И в примерке я уже буду показывать вам свои, которые должны ко мне завтра приехать. Они легкие, девочки. Они не тяжелые. И на ногах смотрятся действительно аккуратно. При том, что они массивные. Они, вы знаете, такие не чересчур. Они не выглядят как кирпичи на ногах. Действительно крутые. И здесь нет, как видите, никаких цепочек. Никакого металла. Что делает их еще более универсальными. Классическими. Мне кажется, что такого плана обувь останется с нами на очень-очень долго. У меня были заровские, не кожаные. Я их сносила. Уже все, пора с ними прощаться. Поэтому решила обновить. И вот иногда девочки спрашивают, а с чем носить лоферы? Я ношу и с джинсами, и с брюками, с юбками, и даже с платьями. Вот обычного прямого кроя, какого-нибудь даже вязаные. Если фигура вам позволяет, то можете надевать какие-то носочки, цветные колготки. Это не совсем для меня. Я больше как по классике, наверное. Но вот с кожаной мини-юбкой, например, мне очень нравится. Действительно хорошие лоферы. Не знаю, видели ли их стилисты, делая эти подборки. Но вот я решила заказать, и они правда хорошие. И при этом цена не заоблачная. Два головных убора, и это будут кепки. Раньше их совсем не носила, но мне кажется, мне в них неплохо. И мне в них даже удобно. Сильно они голову не согреют, но даже когда идет дождь, это удобно. Или когда чуть прохладно надеваешь, и все равно там теплее, чем без них. Первая кепка вот такого кремового цвета. Она из H&M. У меня размер ML. Я не люблю, когда кепка совсем такая маленькая, знаете, впритык. Поэтому я беру чуть больше, и мне нравится то, что она не гладкая, а вот такая, как, знаете, какие-то пуфы, популярные диваны, сумки такие сейчас есть уже к мю. Ну, вот нечто похожее. И кепки действительно классные, стоят недорого. А вторая кепка вельветовая, она черная, для черных тотал луков, или вообще, в принципе, даже если выхожу гулять с собакой, то что-то такое не марка, я в белых вещах с ней очень редко выхожу, или практически никогда, потому что это пиши пропало. И вообще, черной кепочки у меня нет, решила взять тоже в размере ML на H&M. Там есть разные расцветки, но это просто самые такие базовые, те, которые я буду носить максимально часто. Ветровку, которую я сейчас покажу, вы будете видеть очень часто у многих модных блогеров. Я планировала себе купить что-то похожее, померила, берем. И эта ветровка есть в двух цветах. Такого приглушенного зеленого, или же черного. И это стеганая легкая ветровка, она сильно вас не согреет, но вот именно до начала таких настоящих холодов, это самое оно, если надеть под нее какой-то теплый свитер, то можно ходить, в принципе, долго. Ну, у нас такая несуровая и зима, и, в принципе, осень, но бывает так зябко, неприятно, вот хочется набросить что-то потеплее, чем, например, кожаную косуху. Кожаную косуху я буду продолжать носить, ту, которая у меня была еще с весны, она как раз потертая, состаренная, я как чувствовала, что это будет актуально. Эта куртка интересна тем, что она может быть и прямого кроя, и вы можете чуть-чуть затянуть ее внизу, и получится бомбер. Бомберы я мерила многие, но мне кажется, мне в них как-то так не очень. Вот я как шарик какой-то на ножках, я то ли не нашла свою модель, то ли это просто не мое, поэтому я буду довольствоваться такой курткой. Также здесь вот такие накладные карманы, причем они двойные, и здесь еще вот такая штучка, чтобы затягивать это все. То есть вы можете играть с этой курткой и каждый раз носить ее по-разному. И на рукавах здесь застежка, вы можете затянуть эту резинку, и получится еще как-то по-другому, а не просто рукав, вот такой со сборочками. Куртка реально интересная, ой, я даже не видела, но в области горловины она также затягивается, можно собирать как-то это все. Фурнитура здесь золотистая, но она спрятана, ее не видно, а снаружи только две черные кнопки, и замок закрывается. То есть все не будет сильно продуваться. Решила заказать себе свитер в H&M, и он меня привлек по нескольким причинам. Здесь и шерсть, и махеры, также это не чисто черный цвет, а вот такой, видите, с вкраплениями, как графитовый, он мохнатый, и крой у него прямой, без резинки внизу. Он не заужен, и рукав здесь широкий. Вот современный, также такой свитер хорошо будет носиться, например, поверх белой рубашки, с кожаной юбкой, с лоферами, очень даже стильная, так по-базовому, но все же какая-то вариация на тему. С брюками, с чем угодно, он не укороченный, он у меня в размере XS, он не маленький, девочки, и с леггинсами тоже окей будет. Он тепленький, и я думаю, что когда станет холодно, я начну его носить. Так как это махер, то он чуть-чуть лезет, возможно, это когда-то закончится. То есть махер, он всегда себя так ведет, и это, наверное, нормально, это нужно принять или просто не покупать. Этот свитер был дороже, чем некоторые свитера в H&M, потому что он считается как бы лучшим по качеству. Ну, я довольна, и я уже рассказала, с чем я буду его носить, и показала один из вариантов в примерке. С платьями на осень и зиму у меня как-то немножко проблемы, если честно. Я хотела себе вязаное светлое платье, заказала в H&M. Это платье с шерстью, ой, оно у меня в размере XS, ничего себе, я думала, это S. Вот такого светлого цвета, начала его примерять, и девочки, все стилисты кричат, что нельзя носить бежевые колготки, что это вообще выглядит ужасно, и мне самой не очень-то и нравится. А потом думаю, окей, если у меня светлые сапоги и светлое платье, то что надевать тогда, скажите мне? Белые колготки, ну это будет вообще кошмар. Вот скажите, потому что критиковать могут все, а что носить? Вот тут много модных критиков у меня, потому что до ваших предложений, раз вы лучше разбираетесь. Это платье меланжевого цвета, светленькое, бежевое, как я люблю, но здесь все же больше серого, чем бежевого. Здесь вот горловина в виде стойки, и рукав длинный, и он еще и с разрезом. То есть это не совсем, вы знаете, самое обычное платье, в нем есть какая-то фишечка. Я еще подумаю, оставить ли его, и оно не очень короткое. Для того, чтобы подчеркнуть талию, я люблю надевать вот такие пояса. У меня есть этот тоже из H&M, это кожа, я заказывала его в прошлом году, возможно, в этом тоже представлена такая расцветка, но я взяла себе темное, не темное, а вот такое как бы болотное, но потемнее, чем тот. И я заказывала этот в размере M для того, чтобы носить поверх верхней одежды. Видите, здесь вот такая небольшая пряжечка, и если надевать именно этот в размере M со свитером, то он, конечно, мне велик, он только поверх пальто. Если вы искали какой-то ремень вот такого плана, причем не за миллион, да, то они есть в H&M, и они хорошо носятся. У меня вот светленький с прошлого или с позапрошлого года, я им очень довольна. Я думала вам не показывать это пальто, потому что я в итоге его верну и заказала уже другое, которое я хотела, но его очень долго не было в продаже, еще с прошлых лет. Я искала себе тонкое светлое пальто, даже больше, знаете, как кардиган. То есть меня устроит то, что оно без подкладки, но хотелось, чтобы была шерсть, и мне очень нравятся такие образы, знаете, с расстегнутым светлым пальто, даже с трикотажным костюмом, неважно, что будет там под ним, и, возможно, с какими-то лоферами на тонкой подошве. Сумочка, более заметные аксессуары или супер скромные, это неважно. Боже, как же красиво выглядит светлое пальто. И это тоже вещь не на один сезон, и была скидка в H&M, и тем более я не видела ничего похожего. Думаю, возьму и посмотрю, что из этого получится. Оно пришло настолько помятым, даже когда я его отпарила, ну, нет, я точно отправлю его обратно, и мне также не нравится то, что оно слишком длинное для меня, и здесь одна кнопка, на которую оно застегивается, ну, как-то оно так, как будто ему чего-то не хватает, хотя и рукав там вот так по краям проработан, и ткань не сказать, чтобы совсем такая, да, она тонкая, но она теплая, чуть-чуть такое мохнатенькое. Издалека, возможно, это выглядит неплохо, но пару лет тому назад я снимала шоппинг-влог, и там показывала вам пальто из манго. Тоже практически такого же цвета, светлое, это ручная работа, якобы оно с шерстью, только с пуговками они более контрастные, незаметные, но все же пальто вы сможете застегнуть тоже без подкладки, и я не смогла его купить ни в позапрошлом году, ни в прошлом, их очень быстро разбирают, и моя зрительница мне напомнила о том, что манго она когда-то покупала, и я периодически просматривала, но их никогда не было, а тут захожу, и мало того, что есть мой размер, есть еще меньше размер, если оно мне будет велико, и также, девочки, есть разные расцветки, может быть, серо-коричневый, тауповый, но потемнее, их там, по-моему, штуки 4, я оставлю вам ссылку, и в итоге я заказала вам манго, только очень долго они все доставляют, и пока приедет мое пальто, которое я оставлю себе, не факт, что я угадала с размером, я подумала, что уже начнутся такие холода, что вы мне скажете, у нас тут зима, а ты нам показываешь пальто без подкладки, так что пальто из H&M я вам не очень рекомендую, а если вы искали что-то такое, то манго они есть. Также заказала себе плотную рубашку, я специально не выбирала себя а-ля бомбер, потому что это более универсально, и я смогу носить такую вещь даже под какую-то верхнюю одежду, потому что у меня есть плотные рубашки-куртки, и это вот чисто, знаете, домисезонное что-то, а такую рубашку я буду носить и со своими леггинсами, с белой футболкой, даже дома, знаете, когда прохладно, здесь ткань не тоненькая, у меня есть несколько вещей в клетку, и я захотела чего-то однотонного. И видите, что, в принципе, многое из того, что я сегодня показала, очень хорошо миксуется между собой. У меня, конечно же, есть больше цветных вещей, но это такая основа моего гардероба, от которой я отталкиваюсь, и я очень часто выбираю светлые цвета, даже в холодное время года. Вместо бомбера вот такая рубашка, и даже с кожаной юбкой, с футболкой, с лоферами теми же, вот такой удобный нарядик, и я даже особо не продумывала, с чем я это буду носить, по той причине, что я была уверена, что у меня точно все получится. Мы уже потихоньку будем закругляться, но в конце я решила вам показать пару обуви, которую я перезаказала, в размере больше, и сейчас расскажу, в чем суть. Просто если у вас узкая нога, вы ищете что-то с узким голенищем, для вас это будет находка и спасение. Это сапоги от бренда Рылко, вот такие, просто классические бежевые, и у них есть несколько размеров голенища. Это S, есть еще M и L, и у меня всегда проблема, что голенища оттопыривается, и я хотела себе кожаные, причем, чтобы они не были слишком массивными, и тоже не хотела белые, а вот именно такие светлые бежевые. Это теплый оттенок. Я заказала себе S, и что вы думаете, я их не натянула на себя, у меня подкачанные икры, но я как-то подумала, что раз многие на меня широки, то возьму себе S, и не буду себе вообще отказывать удовольствия носить какие-то сапоги с платьем, например, да, чтобы они не сильно оттопыривались, потому что меня раздражает, когда платье идет по фигуре, а потом в области сапог все оттопыривается. И я в них не влезла, я вообще не смогла их натянуть, если у вас прям очень худенькие ножки, и не широкая стопа, посмотрите в рылку, у них такие сапоги есть в разных расцветках, и вы можете подобрать что-то, что будет сидеть красиво, и не придется ушивать. Кожа мягкая, очень приятная, видите, не выглядят такими массивными, очень аккуратные, классические, без каких-то элементов, сзади вот такая только шлейка, классные, я заказала себе в итоге M, вот будет смешно, если я в них не влезу, я потом дозапишу вам еще апдейт, что и как, но я правда не ожидала, многие велики, а тут эска, в которую я, блин, не влезла. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, я постараюсь сделать больше каких-то видео с примерками, с какой-то подборкой, из того, что у меня есть, как я это все сочетаю, чтобы это не было частью влога, а именно отдельное видео, чтобы поболтать и показать, и как-то вас вдохновить, возможно, как-то отвлечь от негативных мыслей, такие женские посиделки. Не забывайте поставить пальчик вверх, я была очень рада повидаться с вами, впереди и осенний влог, какой-то уютный, небольшое преображение, думаю, может, какие-то рецептики, must-have на осень и зиму, из ухода из декоративной косметики, так что, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, у нас здесь все очень уютно, атмосферно и полезно. А на этом я с вами прощаюсь, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok